Сегодня приготовим большой пирог с маком. Такой пирог обязательно понравится всем любителям маковой начинки. Его получается много, а готовится он несложно и относительно быстро. И для его приготовления нам понадобится для теста 380 грамм муки, 200 грамм творога, 9 столовых ложек подсолнечного масла, 100 грамм сахара, 2 яйца и 3 чайные ложки разрыхлителя. Для крошки нам понадобится 150 грамм сливочного масла, 1 желток, 150 грамм сахара и 300 грамм муки. Для крема нам понадобится 1 литр молока, 300 грамм мака, 225 грамм сахара, 125 грамм сливочного масла, 200 грамм манки и 3 яйца. Сначала приготовим маковую начинку для пирога. В кастрюлю насыпаем сахар, мак и манку. Все перемешиваем. Сюда же выливаем 1 литр молока и опять перемешиваем. Добавляем сливочное масло и ставим на небольшой огонь. Смесь варим до закипания, постоянно перемешивая, чтобы не пригорело. Как только крем загустел и начал кипеть, снимаем его с огня и даем ему остыть хотя бы до 60 градусов. Пока остывает крем, приготовим тесто. В миску насыпаем муку, добавляем разрыхлитель и перемешиваем. Сюда же добавляем творог, сахар, яйца и 9 столовых ложек рафинированного подсолнечного масла. Сначала тесто вымешиваем ложкой, а затем руками. Готовому тесту даем настояться примерно 10 минут. Через 10 минут тесто раскатываем в пласт по размеру противня. Раскатанное тесто кладем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Размер моего противня 36 на 26 сантиметров. Тесто равномерно распределяем по дну противня. Маковый крем уже остыл. Добавляем в него 3 яйца по одному, после каждого перемешивая. Теперь приготовим крошку для посыпки пирога сверху. В миску насыпаем муку, добавляем желток, сахар и сливочное масло комнатной температуры. Все перетираем в крошку сначала ложкой, а затем руками. На противень с тестом выкладываем всю маковую начинку и равномерно ее распределяем. Сверху начинку равномерно посыпаем приготовленной крошкой. Пирог ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем примерно 45-50 минут. Готовый и уже остывший маковый пирог разрезаем на порционные кусочки. Пирог получается очень вкусный, с нежной маковой начинкой и хрустящим штрейзелем сверху. Такого пирога получается много, его вес получился около 3 килограмм. Если нужно, порцию можно уменьшить в 2 раза. Если вам понравился рецепт такого пирога с маковой начинкой, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал Готовим Дома, а также подписывайтесь на мою страничку в Инстаграм. Ссылка в описании под видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!